А, три, четыре. Работаем. Только что Алексей Никишенко взял штангу весом 135 килограммов. За что, как отлично слышно, был удостоен аплодисментов болельщиков. В юности Алексей активно занимался волейболом и баскетболом. К сожалению, в конце 21 года мужчине ампутировали голень. Дело в том, что были серьезные осложнения после коронавируса. А после ампутации необходимо было восстанавливаться. Понял, что нужно заниматься чем-то. Потому что если мало ходить, а ходить на тот момент еще протеза не было, практически не получалось, то есть на костылях сильно не побегаешь, я пошел заниматься плаванием. В частном порядке. Достиг того, что мне нужно было. То есть я через где-то год занятий уже полтора километра мог без остановки проплыть. А потом к плаванию добавился и тренажерный зал. И тут Алексей Никишенко открыл в себе способности к пауэрлифтингу, что неудивительно, глядя на его телосложение. Все это успешно удается совмещать с работой в конструкторском бюро. И первые успехи в пауэрлифтинге пришли быстро. Тренер наш Александр Иванович, он предложил создать отделение пауэрлифтинга. И он под эту задачу искал людей. Мне это показалось интересным. Мы начали с ним заниматься. Мы уже успели съездить на соревнования, ну правда среди здоровых. Взяли призовые места, взяли две золотых медали и взяли второе командное место для Севастополя. Это были всероссийские соревнования. А вот Вячеслав Фольгабер – известный в нашем городе, да и за его пределами пловец-паралимпийц. В прошлом году, например, в составе Севастопольской сборной победил в эстафете на летних играх паралимпийцев. А недавно мужчина еще и решил открыть для себя пауэрлифтинг. Сравнивает переход из бассейна в тренажерный зал. При том, что, конечно, любые пловцы так или иначе там занимаются. Это, я думаю, просто не сравнимые вещи, потому что плавание – это спорт прям, ну это тяжелее. Плавание тяжелее, наверное, в разы. Прям в разы, в разы. Потому что плавание, оно постепенно, постепенно там выносливость – это очень тяжелый вид спорта. Конечно, получаю удовольствие, потому что хочется быть, выглядеть сильнее, ну и выглядеть, показать силу. И выжать на полную, что смогу. На стойке. Почти два десятка спортсменов приняли участие в первом в современной истории чемпионате Севастополя по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Организовали состязания сотрудники учреждения «Инвоспорт», а прошли они на базе второй спортивной школы Олимпийского резерва. Участниками стали не только пловцы-паралимпийцы, но и сноубордисты, и просто любители спорта и здорового образа жизни. Состязания прошли в дисциплине «Жим-лёжа». Последний раз сборная города была примерно 21-22 года назад. Потом пауэрлифтинг прекратил своё существование среди инвалидов, и вот теперь опять мы занялись этим видом спорта. Они поднимают не только штангу, но и собственную силу духа. И показывают, что таким людям по плечу любые трудности и тяжести. Обратите внимание, при выполнении упражнения по желанию спортсмена его могут зафиксировать специальными поясами. Это сделано для того, чтобы атлет мог занять устойчивое положение. К примеру, как Вячеслав Фаульгабер, у которого нет ног. При этом туловище спортсмен не имеет права отрывать от скамьи. При поднятии снаряда у паралимпийцев есть свои особенности. Упражнение достаточно сложное, потому что спортсмен борется с весом. Иногда спортсмены поднимают свои 2-2,5 веса. Ну и плюс нужно учитывать, у некоторых спортсменов могут быть контрактуры, например, или неполное распрямление рук. Это им достаточно трудно выполнять. Самое главное нужно выполнять по командам судьи, чтобы была пауза, явная остановка штанги в нижние точки. Ну и потом равномерное выпрямление рук. Александр Попов отметил на базе учреждения «Инваспорт» с 9 января какое-то отделение для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по пауэрлифтингу. Цель этого чемпионата – сформировать сборную города. Лучшие спортсмены в дальнейшем смогут представить Севастополь уже на всероссийских состязаниях. Туда точно войдет Алексей Никишенко, который завоевал золото в весовой категории 107 килограммов. А Вячеслав Фольгабер стал лучшим в весе до 65 килограммов. В категории до 88 килограммов победу одержал Антон Иванов, до 59 килограммов – Андрей Евсеев. Светослав Данилов, Михаил Волобуев. Новости Севастополя.